Добрый день дорогие мои друзья! Хочу немножечко несколько слов рассказать вам об этом платьице. Оно на самом деле очень простое. Это наша любимая базовая конструкция. Здесь выточка идет из бокового шва, а вот эти выточки, талиевые выточки, значит какие прибавки? Прибавка по груди, она сантиметра четыре у нас, так? Ну сейчас я покажу какие здесь выточки. Здесь выточки оформлены как полувыточки. А пока посмотрите в целом наш силуэт, да? Какой он? Какие прибавки, чтобы получилось у вас такое платье? Прибавка по бедрам сантиметров пять или шесть. Строила я это, видите, потому что вот здесь бедра у нас не в обтяжку, не вот таким вот образом. Пять или шесть. Ткань очень тяжелая. За счет чего мне нравится это платье? За счет того, что ткань тяжелая. И несмотря на такие большие прибавочки, достаточно большие, оно не смотрится каким-то объемным, потому что ткань сама себя вниз вытягивает. Для полной конфигурки это очень-очень хорошо. Ну, посмотрите вот на спинке. Так как у меня спинка перегибистая, я всегда делаю средний шов по спинке и делаю в нем хорошее такое приталивание и, конечно, выточки. Выточки находятся у меня тоже вот так вот отведены немножко в сторону сзади. Что еще здесь? Рукавчик вточной. Разница между высотой оката рукава и вертикальным диаметром проймы наши любимые два сантиметра. Рукавчик три четверти. Он прямой, даже нисколько не зауженный к низу. И поэтому он иногда смотрится, вот смотрите, как даже немножечко расширенный рукавчик. Прибавка к обхвату плеча в этом рукаве 6 сантиметров, чтобы была свобода и было движение. Не укороченное плечо. Плечо расширено. Вырез лодочка. И подставлены подплечники. Плечики, подплечники очень коротенькие, потому что сама ширина плеча, видите, какая маленькая, на сантиметров 6 там идет, не больше. Пройма имеет вот такой наклон трапециевидный. За счет этого кажется еще более тонкой талия наша. Почему я делаю себе вырез лодочка? Вырез лодочка мне идет, потому что у меня очень покатые плечи. И мне нужно плечевой пояс спрямлять. Потому что кроить и шить на покатые плечи невероятно трудно. Потому что гораздо интереснее смотрится рукавчик, когда вот здесь заполняется пустота между плечиками и рукой. Рука у меня довольно-таки полная для моего роста и для моего размера. И поэтому я заполняю пустоту вот такой вот плечевой накладкой. Вырез лодочка, повторяю, идет всем, у кого покатые плечи. Ну и вообще сегодня он как бы актуален. Хотя я вырез лодочка делаю всегда. И фишка этого платья в том, что посмотрите, я покажу вам поближе. Сделан вот такой вот, не мною сделан. Я его заказала. Обтянутый пояс. Обтянутый пояс. Посмотрите, какой он. Вот такой вот обтянутый поясочек. Такая вот здесь заготовочка в нем. И это делала не я сама. Это я заказывала в Доме быта, Мир обтяжки. Ну, кто москвичи, на Ленинском, около Тесуры. Поэтому этот пояс делает нам все. Вы можете шить себе обычное платье. Посмотрите, ничего особенного. Вот его силуэт. И за счет такого пояса, сделанного из той же самой ткани, обтянутого той же самой тканью, пряжечку можете и сами научиться обтягивать. В интернете полно такого. Вот эти люверсы вы тоже сами можете поставить. Не надо, не зачем идти. Этот пояс сделает вам все. Понимаете? Потому что любое простенькое платье, одели вот такой вот поясочек, и вы выглядите уже элегантно. И напоследок я бы хотела вам показать вот эти мои любимые полувыточки. Иногда я делаю их по две. Видите они? Это как бы выточка, но она не застрочена внизу. Она застрочена только до уровня талии, а дальше идет вот такая вот, формируется вот такая вот ровненькая фалдочка. И то же самое у меня на спинке сзади. Вот и все. Для верхнего типа фигурок, у кого здесь узковато, а вверху хорошо, можно делать в обтяжку вот этот верх, делать нулевые прибавки по талии, а низ, лишнюю слабину в линии низ, будет уходить вот в эти полувыточки. И тоже будет очень и очень здорово. Не используя никакого поясочка, потому что когда талия не тоненькая у нас, не надо ее подчеркивать, но мы за счет вот этих вот полувыточек делаем верх меньше в объеме, забираем в них лишнюю ткань, а внизу формируются вот такие ровненькие складочки. И повторяю еще раз, эти полувыточки могут быть у нас, их может быть не по одной, как у меня, а по две. Вот такие идеи, которые мне хотелось сегодня вам показать на этом платьице. Кстати, платье сшила два года назад, и первый раз сегодня я его одела. Вот такие мы бываем странные с вами. До новых встреч! Всегда ваша Галина Коломейко.